Перевод на Древнем Востоке. Зарождение переводческой деятельности на Востоке относится ко временам сирийцев, первая половина II века н.э., которые переводили на арабский язык богатые наследия, относящиеся к эпохе языческих верований. Большое влияние на работу сирийских переводчиков оказали методы, применявшиеся в Греции. Сирийские тексты были дословными и близки к оригиналу. Согласно одним из лучших сирийских переводчиков был Джарджас. Его знаменитый перевод книги Аристотеля о мире очень точен и близок к первоисточнику. Также значимой для истории перевода является эпоха пророка Мухаммеда. Распространение ислама, общение с иноязычными народами, такими как евреи, римляне и другие, побудили пророка искать переводчиков и задействовать обучение иностранным языкам. Одним из известнейших переводчиков того времени был Заид Ибн Табет, который сыграл ключевую роль, переводя письма пророка, адресованные королям Персии, Сирии, Рима и у иудеев, а также ответные послания королей пророку. Следующая эпоха значительных изменений в области арабского перевода связана со священным Кораном. Первые переводчики Корана фокусировались на передаче его смысла. К примеру, Салман-эль-Фаризи доводил смысл суры Аль-Фатиха, открывающей книгу «Первая сура Корана» до мусульман Персии, которые не говорили на арабском языке. Бен Чакрун утверждает, что в библиотеках западных стран сохранилось множество переводов Корана, и некоторые из них, например, перевод на греческий философа Нактиса, датируется III веком до н.э. Переводчики проявляли особый интерес к священному Корану. Шейх Мухаммед Аль-Хафид Аль-Бухари перевел его на персидский язык, а шейх Аль-Фадл Мухаммед бен Идрис Аль-Бат-Лиси на турецкий. Перевод в арабском халифате В арабском мире расцвет переводческой деятельности приходится на 8-12 века и непосредственно связан с распространением ислама и деятельностью арабского халифата. Среди крупных центров перевода можно помянуть иракские города Куфа и Багдад и столицу амиядского халифата город Дамаск, а также Иран, Египет и Кордову. В так называемый первый аббасидский период 750-1250-е годы перевод начал развиваться во времена правления халифа Аль-Мансура, основателя Багдада, и халифа Аль-Мамуна, основателя Бейт Аль-Хикмы. Дом мудрости, Исламская академия в Багдаде, крупнейшего центра переводов того времени. Переводчики уделяли большое внимание греческой философии, индийской науке и персидской литературе. Дом мудрости был создан для надзора над переводом книг по математике, астрономии, медицине, трём наукам, в которых мусульманские учёные превзошли всех. Дом служил библиотекой, центром переводов и переписки рукописей, а также исследовательской лабораторией и обсерваторией. Наиважнейшим духовным источником наряду с исламом была для арабов греческая наука и философия. Знакомство с ними, начиная с VIII века, шло как через переводы, комментарии, так и через христиан, которые жили в арабской среде. Эти знания быстро распространялись по всему арабскому миру. Противоположность между греческим способом мышления и идеологией Кораном была сначала такой же резкой, как отношение ислама к христианству. Однако потребность обосновать исламскую теологию с помощью научного аппарата привела к их взаимопроникновению. Арабско-греческая философия становится звеном, посредством которого осуществлялась передача большей части наследия греческой науки и философии. Она обеспечила более точную интерпретацию идей Аристотеля. Арабские переводы древнегреческих философских текстов положили начало процессу создания арабо-мусульманской философии. Например, произведения Аристотеля, в частности метафизические, логические, физические трактаты, внимательно изучались и комментировались в арабском халифате. У начал исламской философии стоят два великих мыслителя. Первым из них является арабский приверженец идей Аристотеля Аль-Кинди, 800-й, около 870-го года, современник Эриугены, переводчик-комментатор Аристотеля. Впоследствии он отошел от чистого аристотилизма и перешел к неоплатонизму. Стойким последователем Аристотеля в X столетии был Аль-Фараби. В 870-е и 950-е годы, который родился в казахских степях, жил и творил в Багдаде, Алеппе и Дамаске в 900-м, 950-м годах, он также начинает интерпретировать систему Аристотеля в духе неоплатоников, взяв от Аристотеля четкое логическое разделение действительности на отдельной области научных интересов. Авераэс, арабский Ибд Рушд. 1126-1196 годы происходил он из испанской Кордовы. Известен как теолог, юрист, врач, математика, философ. Является автором известных комментариев к Аристотелю, которого он считал величайшим из людей, подлинным философом. Ибд Рушд был комментатором Аристотеля, философа. Авераэс написал более 38 комментариев книга трудов великого греческого философа. Если Авераэс был королем арабской философии на Востоке, то Авераэс был королем арабской философии на Востоке. Авераэс, арабского Ибн Сина, 980-1037 годы происходил из туркестанской Бухары. Имел энциклопедическое образование, философ, медик, естествоиспытатель, математик, поэт и литература вед. Его учение соединяет в себе элементы философии Аристотеля с религией ислама. В мусульманских областях Европы, прежде всего Мавританской Испании, Андалусии, осело и много евреев, которые в 155 году были изгнаны римлянами со своей родины в Палестине и в чужой среде сохранили свое религиозно-этническое своеобразие. В высших школах Мавританской Испании преподавали мусульмане, евреи и христиане. В огромных книгах-хранилищах сохранились трактаты всех трех вероисповеданий, а также переводы комментариев греческой философии. История арабского перевода связана также с именем Аль-Джафиза. В 775-868 годы до н.э. одного из величайших теоретиков науки о переводе. Его теории работы в этой области до сих пор используются многими профессиональными арабскими переводчиками. Согласно Аль-Джахизу, переводчик должен знать структуру речи, обычаи людей и их образ мышления, общения друг с другом. В дополнение к настоятельному требованию учитывать структуру языка и культуру, говорящих на нем людей Аль-Джахиз считал очень важной проверку перевода. Свои теории он вкратце изложил в двух книгах «Животное» и «Ясность» и «Разъяснение». Ученые выделяют два основных метода арабского перевода. Первый, который создали Иохана ибн Аль-Батрик и ибн Наима Аль-Химси. Основывается на дословном переводе. Для каждого греческого слова определялся арабский эквивалент. Второй метод, принадлежащий Хунаину ибн Искхаку Аль-Джавахири – это смысловой перевод. В тексте сохраняется смысл оригинала, его очень легко понять. В настоящее время в переводах на восточные языки произошло много перемен. Рост исследований в данной области способствовал развитию перевода как науки и появлению новых теоретиков. Кроме того, развитию перевода на Востоке дало толчок использование компьютеров, цифровых технологий и распространение различных баз данных по терминологии, которые предоставляют значительное количество словарей. Все это привело к образованию различных переводческих ассоциаций, например, Комитета арабских переводчиков Саудовской Аравии. Однако, если сравнить количество книг, переведенных восточными и западными лингвистами, станет очевидным, что разрыв между ними до сих пор значителен. Так, объем переводов, выполненных на Востоке, начиная со времен Аль-Мамуна, не превышает 10 тысяч книг. Это меньше того, что переводят в Испании за год. Продолжение следует...